добрый вечер дорогие друзья у нас сегодня интереснейшая дегустация мы сегодня дегустируем австрийский виски мне его привез мой друг и мне очень интересно его попробовать rest buyer and sun он называется он выдерживался в бочках из-под шардоне очень действительно интересно что я про него знаю знаю что он 43 градуса и дальше все описание идет на немецком языке все что я смог перевести это то что ферментацию проводят при температуре 65 градусов и производится на 70 часов еще раз повторюсь 43 процента алкоголя нет упаковки и при том что нет упаковки цена у него 70 евро обошлась duty free в общем как-то дороговатенько скажем так мне очень интересно что из этого получится вот такая вот у нас крышка и давайте попробуем давайте узнаем красился не красился я не знаю не нашел и вы знаете на виски бейс вообще только один человек оставил на сегодняшний момент сейчас у нас 15 октября когда я записан на виски бейс только один отзыв 86 баллов ну давайте я вам расскажу что я про него думаю ну что друзья хочу сказать первое что очень меня бросилась в глаза пробка видите она не корковая она какая-то пластик полиуретан кто его знает что но не корковая теперь что касается аромат кстати вот такой вот приятный уже идет какая-то терпко сладкий интересный на самом деле аромат идет сейчас вот ближе маслянистость средней маслянистости есть язык но нету французских ножек ого 43 градуса просто бьют нос капитально очень интересный аромат аромат свежий крепость вот она прошла буквально есть такая чуть-чуть но уже остатки крепости и я никак не могу понять это и не дыня и не яблоко и не груша очень интересный аромат да хочу сказать друзьям очень интересный аромат что-то печеное что еще хочу сказать друзья что здесь вода они хвалятся водой что у нас какого-то родника используется и и вот аромат довольно таки сложно было определить и у нас даже была такая техническая пауза и в этот момент я вдыхал вдыхал аромат так как никаких описаний в принципе про этот виски нету вы знаете я могу сказать так что очень ощущается ячмень причем такой вот специфический и есть аромат похоже на шардоне на на бочке шардоне причем вот на не обожженный шардоне значит знаете бывает вино шардоне выдерживается в обоженной бочке бывает в обожженной бочке именно шардоне не в обожженной бочки аромат действительно интересен аромат чуть чуть молодой вот семь лет все-таки ну хотя если взять wisters чем лет он более такой глубокий аромат но аромат действительно интересно и давайте сделаю первый глоток и сейчас мы попробуем вот прям хотелось сказать давайте мы сейчас узнаем может ли австрия сделать виски или нет вы знаете я вопросил друг мне прислал фотографию в duty free и был вот 7 лет 12 лет и еще что-то и вот 7 лет стоил 70 69 евро 12 лет стоил порядка 120 или 130 евро там и еще какой-то был но друзья вот сейчас при глотке я ощущаю какую-то жженую резину с оттенком шардоне ну как там я поэтому и рассказал про ценовой прайс как-то мне 7 лет как-то пока сейчас я надеюсь что что-то второй глоток даст как для 43 градусов он очень крепкий есть ощущение возможно я не пил австрийское шардоне возможно допускаю есть ощущение оттенка шардоне есть ощущение резины причем вот я наверное сказал перед этим обожженно не обожженное просто ощущение резины то есть вот эти спирты которые они должны были в бочке в бочке какие у нас реакции с вами происходят друзья когда мы заливаем new spirit это отсечение и добавление и вот отсечение реакции они должны убирать такие как сера резина и все остальное вот здесь почему-то они не до убрали сейчас давайте я 7 секунд подержу может быть виски мне еще что-то скажет хотя я уже не уверен но вдруг скажет самое интересное что виски говорит интересно виски говорит виски говорит с тобой со мной на таком интересном языке когда начинаешь держать во рту это сладость чуть крепости и за 7 но может там 8 9 секунд я продержал у меня получается ощущение сладости чуть уходит и ощущение покрышки от колеса велосипеда получается вот такое вот ощущение довольно таки ну довольно таки специфическое ощущение сказать что оно неприятное ну просто после того как я прочитал много книг я понимаю что это просто не выполнена нормальная реакция отсечения может конечно не хотели чтобы осталось но такую часто чаще всего винокурни убирают такие вот вкусы ароматы здесь она сильно присутствует что касается послевкусия в глотке еще присутствуют дубильные такие ноты есть в действительности оттенок шардоне но я привык к французскому шардоне или кипрскому шардоне я вполне допускаю что австрийское шардоне может быть каким-то вот ну только единственное без резины правда друзья мои но вот как то так вот что касается послевкусия послевкусие очень интересно интересно тем что сначала она проваливается и такое мягкое легкое и потом потихоньку усиливается усиливается такого там как будто крепость подходит как будто я не могу сказать что это острые специи но вот она усиливает ну вот как будто крепость усиливается Наверное, это какие-то специи Наверное, непривычные для меня специи Пускай будет так Потом эта крепость уходит И остается такая терпко Терпко-ванильная нотка остается Сказать, что вот все Кошмар, мы выкидываем этот виски Я не могу сказать так В то же время Ну, 70 евро это дорого Это очень дорого для такого виски Это просто кошмарно дорого Потому что если я подумаю, что я могу купить Аберлоу литр 12-летний Или Буннахавен 12-летний Я могу купить То, конечно, это очень дорого То, что у виски нет упаковки И вот это Ну, действительно, он ко мне так вот приехал Без упаковки, без ничего Сзади, конечно, есть какое-то описание Сзади стоит 7 лет Но, друзья, вот как-то Я не знаю Я бы его отнес бы к насам Я бы отнес бы его к недорогим бы виски Я бы отнес бы его Вы знаете, ну вот Ну вот сказать, что Ну скажем так За 70 евро он меня абсолютно разочаровал Ну вот сказать, что вообще выливаем его в раковину Я так не могу сказать То есть, в принципе По вкусу интересно Я вам скажу так Друзья, если бы вы увидите его До 30 евро Его можно покупать За все дороже Его не нужно Я его еще с чем-то сбленджу Может быть со смок хет Сделаем такой бленд Друзья Вот так вот Я за 69 евро Я вам его не советую За 30 евро Если вы увидите Я вам его даже могу посоветовать ради интереса Я вам желаю всего самого лучшего Ставьте лайки Оставляйте комментарии Пускай у вас все будет хорошо И до новой встречи в эфире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok